Ирина Чайщина И Олеся Мануйлова Выполнит булавы Субтитры подогнал «Симон» Ирина Чайщина Как правило, у таких гиперфактурных гимнасток Кроме равновесия ничего не получается Но вот Олеся риски выполняет И с прыжками у нее все в порядке И Ольга Белова Выходит на свой коронный вид Упражнение с мечом Оля рассказывает, что не любит скакалку Как раз потому, что там много прыжков А они удаются, но не очень Вот опускание на пятку И турлянд снова не засчитывается Вот не везет Как раз в тех упражнениях, где можно победить Коронный элемент не получается Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я думаю, ни одна гимнастка Он так не концентрируется на одном элементе Как Ольга Белова Сколько мы не приезжали в Новогорск Или в Олимпийскую деревню Снимать тренировки Ольга Белова постоянно занимается тем Что тренирует турлян имени Ольги Беловой Это Юлия Голубенко из города Невиномыска Что в Старопольском крае находится Тренеры из центра Обратили на нее внимание во время чемпионата России В мае И разглядели множество способностей И пригласили тренироваться В Олимпийскую деревню У Юлия множество оригинальных элементов В частности, поворот, который она выполнила в самом начале Но статус эксклюзивности этим элементам Пока не присваивает Как я уже говорила Потому что гимнастки слишком молодые Вот этот поворот очень оригинально смотрится В упражнении с мячом Она ногой прижимает мяч в голове Субтитры делал DimaTorzok Двадцать пять четыреста пятьдесят Кова оценка Юлия Голубенко Когда я в интервью попросила Ирина Александровна Рассказать о новых гимнастках На ее взгляд одаренных То она рассказала как раз о Юлии Голубенко И о Вольге Капрановой Капранову мы еще увидим А сейчас Динара Гематова Динара Гематова Фантастическая связка поворотов Здесь какой-то точеный стиль у этой гимнастки Динара Гематова 25-450 Такая же оценка, как и у Юлии Голубенко за булавы В принципе, эти гимнастки приблизительно одного уровня Вот Зарина Гизикова, конечно, ярче У нее есть свой стиль Чем-то она напоминает Яну Батыршину Что судьям, безусловно, импонирует Субтитры создавал DimaTorzok Очень много времени занял коронный турля Но все-таки выполнила она его Все-таки докрутила Субтитры создавал DimaTorzok Очень широко сделала второй бросок булавы И, по-моему, буквально кончиками голеностопа В 27-550 У Зарины Гизиковой есть две сестры Одна из них Инесса Гизикова В прошлом абсолютная чемпионка страны А вторая сестра занимается кикбоксингом Я думаю, что у Зарины бы тоже очень хорошо получилось Заняться таким видом спорта И Елена Посевина с мечом Как всегда, оригинально Видите, вот эти, безусловно, красивые юбочки Которые с этого года разрешено надевать гимнасткам Иногда мешают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двадцать шесть ровно К последним новостям из гимнастического центра Относится и возвращение Елены Судаковой Кто помнит, она очень ярко выступала К примеру на чемпионате России 2000 года Но затем уехала в Германию Возможно, хотела там выступать За национальную сборную Но что-то не состоялось И сейчас она снова в центре Правда, уже не в такой хорошей форме Именно поэтому она не выступала Ни на кубке, ни на, тем более, финалах отдельных видов Но, в принципе, с такими данными Как у Елены Судаковой Все это можно наверстать И Вера Сейсина На наших экранах с булавами КОНЕЦ 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 26650 Все-таки очень правильная система У Ирины Винер Допускать тех гимнасток Которые готовы выступать И которые в хорошей форме Напомню, что Вера Сейсина Сломала ногу Именно поэтому не выступала На чемпионате России И, кстати, из-за этой же травмы Она не попала на чемпионат мира Среди юниорок Которые, безусловно, могла бы выиграть И Аляся Мануйлова Со своим любимым предметом Аляся Мануйлова В прошлом году очень успешно выступала На международном турнире Мир женщины Сняла там второе место Аляся Мануйлова Субтитры создавал DimaTorzok 27850 Это вторая отца